Всем привет, дорогие друзья! С вами Юрий Синицкий, и вы по-прежнему смотрите канал Вдох-Выдох. Канал по-прежнему посвящен губной гармонике и всему, что с ней связано. Так уж получилось, что это первый, первый выпуск в этом году. Уже почти около трех месяцев ничего не выпускалось на этом канале. Он использовался только для общения с аудиторией, которая проходила онлайн-курс по гармошке. Используется до сих пор с теми, кто проходит курсы сейчас. Но просто ролики не выходили давно, и, друзья мои, я понял, что пора. Я понял, что в марте у меня освободилось некоторое количество времени, которое я могу потратить на производство контента для этого канала, чему я, собственно, очень рад, и я рад это сообщить вам. Сегодняшнее видео больше развлекательно-говорительно. Я вам хочу рассказать об истории этого канала, о его задумке, реализации, что получилось, что не получилось, и, собственно, что будет дальше. На самом деле, наверное, сейчас уже есть у каждого второго свой YouTube-канал, просто он находится в той или иной фазе активности. Вообще, если у вас есть Google-овский аккаунт, то у вас уже автоматически, можно сказать, есть свой YouTube-канал. Можете что-нибудь на него выкладывать. Изначально самое первое видео, которое было залито на мой канал, это было мое промо-видео, где я очень такой красивый, в пафосном интерьере играю какую-то довольно простую мелодию. Это была промо для того, чтобы удачно продавать свои выступления на свадьбы и различные корпоративы. Залито оно было на канал 14 марта 2015 года. Сейчас мне это пересматривает, конечно, довольно-таки смешно. И тогда, на тот момент, стали находиться люди, которые начали меня подтягивать на некоторые мероприятия, чтобы я сыграл на гармошке. Мне нужно было какое-то промо. Мы его сделали, я его залил на канал и периодически скидывал различным организаторам. Потом, примерно для этих же целей, я записал еще три лайв-видео. И на долгое время канал был заброшен. Канал был заброшен и абсолютно ничего на нем не происходило. До 2017 года. В мае 2017 года подруга подарила мне на день рождения смартфон, который мог записывать видео. Причем она подарила мне с таким условием, что ты должен что-то записывать для Ютуба. До этого я гонялся каким-то кнопочным телефоном, а тут вот тебе телефон с камерой, пиши. На тот момент в одной из музыкальных школ в Санкт-Петербурге я вел занятия по губной гармонике. И сам в тот момент увлекался битбоксингом. Поэтому я решил записывать уроки по игре на губной гармонике. И мною была выбрана такая тема совмещения битбоксинга и губной гармоники. Я записал несколько видеоуроков, получил множество слов поддержки и благодарности, что меня очень вдохновило вообще на дальнейшее занятие каналом. Вот так я стал делать видеоуроки для Ютуба. Я думаю, что многие узнали меня и о существовании моего канала благодаря именно этим урокам. Но делать только видеоуроки мне довольно быстро надоело. Во-первых, это довольно тяжкий труд, ну, по крайней мере, для меня. В принципе, производство видеоконтента это не так уж просто. Поставить свет, снять, наговорить, даже потом все это дело нарезать, вставить какой-то монтаж, какие-то элементы, это все уходит огромное количество времени. И тогда, в 2017-м, когда я вот только начал этим заниматься, я был просто поражен, поражен, как сложно сделать видео вообще, оказывается. Я не знаю, сколько уходит времени у профессионалов, да, на создание такого простого контента, как у меня. Ну, я просто, предположим, стою у стены, что-то говорю, играю какие-то мелодии, там, или гаммы, снизу у меня подписаны табулатуры. Но, если вы видели от меня 5-минутный ролик, то знайте, что где-то часов в 5 на него было точно потрачено. Потому что нужно поставить штатив, нужно установить камеру, нужно поставить свет, хотя я так и не научился ставить свет, как вы видите, да, вот судя по этой тени на стене, не приобрел к какому-то специальному оборудованию, но хотя бы, хотя бы, хотя бы что-то сделать, чтобы тебе было видно, встать, настроить, чтобы ты был в кадре, начать снимать, чтобы уже были какие-то идеи, и тут начинаются сложности. Сложности начинаются какие-то? Начинаешь спеваться, начинаешь заикаться, начинаешь терять мысль, когда начинаешь что-то говорить, начинаешь просто ошибаться, когда показываешь какую-нибудь даже простейшую мелодию или риф. Вот эффект все-таки красной кнопки, он работает и в таком формате. Я мог даже играть простейшую гамму, но переписывать ее раз, там, по 10, потому что внезапно какой-нибудь артефакт туда залезал. После этого все, скинуть на компьютер, залить в программу для видеомонтажа, разрезать из примерно наговоренного часа на камеру, вырезать все кхе-кхе, вырезать все маты, когда играю неправильно, выбрать лучшие дубли, когда музыкальная мысль передана и когда передана мысль словами, потом все это поставить на рендер, потом все это еще слетит, поставить заново. В общем, на это уходит, оказывается, очень-очень много времени. Но это интересно. Но, тем не менее, просто говорить в комнате одному мне надоело, и был придуман такой формат, в рамках которого я мог говорить о гумной гармонике с другими людьми, что-то вроде видеоподкаста о гумной гармошке. Шоу это называлось и называется «Я играю на гармошке», и изначально оно задумывалось как еженедельное шоу. Первый выпуск этого шоу вышел 6 сентября 2017 года. Мне очень хотелось сделать что-то в таком формате, чтобы было не только интересно смотреть, но было бы интересно следить, как это поступательная динамика и так далее. Ну и тогда в первом выпуске шоу была объявлена такая декларация, что я собираюсь заработать 1 миллион рублей с помощью гумной гармошки за один год. Я думал, что это будет весело смотреть в таком формате реалити, как человек идет к успеху, а мне будет весело, потому что этот человек буду я. Но, как говорится, не получилось, не фортануло. В сентябре 2018 года, когда исполнялся ровно год с момента первого выпуска, в моем блокнотике, в котором я записывал свои финансовые успехи, связанные с гармошкой, что-то в районе полумиллиона какая-то циферки была, я уже, если честно, не помню. В тот день я хотел записать видео по этому поводу, но мне было грустно, и я не стал. Сейчас мне весело, и я решил все-таки про это рассказать. Если кому-то до сих пор эта тема интересна, и кто-то ждет от меня еще каких-то финансовых отчетов, вот здесь вот сейчас появилась циферка, сколько на данный момент мне удовольствие наколидовать с помощью своей диатоники. Больше всего финансов не принесла работа с учениками. Я вел индивидуальные занятия в Санкт-Петербурге, вел занятия по Скайпу, набрал 2-3 курса групповых занятий. Также с лета 2018 года я начал работать над своими онлайн-курсами, которые сейчас успешно проходят. Принесли, приносят и будут приносить моим ученикам знания, радость и, возможно, счастье, но миллионы мне пока не принесли. Поэтому иногда еще приходится заниматься не музыкальными совсем видами деятельности. Хочу сказать честно, мне очень нравится преподавать, мне нравится систематизировать то, что уже знаю я, и в каких-то удобоваримых порциях передавать другим, кому это может быть полезно. Но иногда мне кажется, что я трачу на это слишком много времени. Я не готов от этого отказываться, но я хочу сам больше играть. Возможно, если бы я не ушел в образование, а посвятил время каким-то своим программам и их продвижениям, то та цель, заявленная в первом выпуске, была бы достигнута. А может быть и нет, кто его знает. В общем, по поводу этого миллиона я вам обязательно сообщу, когда это случится. В какой-то момент мне просто надоело даже уделять какое-то внимание в своих видео вопросах, может быть, потому что результаты меня печалили. Ну а сам в блокнотике, честно, там все себе отмечаю. Теперь поговорим о том, что удалось. А удалось, как мне кажется, довольно-таки многое. Я познакомился с большим количеством интереснейших людей, которые находятся в теме гармошки. Мне удалось с ними пообщаться, и они выдали мне, ну и, соответственно, вам очень много секретов и интересной информации. Лично я очень много брал от каждого, с кем мне приходилось общаться. Я сейчас посчитал, мне оказалось удалось записать 8 интервьюшек, и они все довольно интересные, ну, как по мне. Особенно для тех, кто в теме. Были интересные вещи, которые происходили только благодаря тому, что этот канал, в принципе, существовал. Он подталкивал меня совершать те или иные действия. Например, мы довольно весело сгоняли на фестиваль губной гармошки в Эстонию, в город Пярнольд, чему я очень-очень рад. Вот такой вот замечательный приз, памятный нам дали за третье место в командной номинации. За композицию, которую мы сварганили, ну, наверное, минут за 15, это в лучшем случае, просто порепетировав в холле. Потом совершенно случайно получилось, что я стал организатором фестиваля по губной гармошке в Санкт-Петербурге, и это все тоже случилось благодаря этому каналу. Потому как я знал всех исполнителей, всех, кто в теме, благодаря этому каналу, ну, и, собственно, ко мне обратились, чтобы я их всех собрал в кучу. Мы подтянули всех гармонистов в округе, подтянули всех заинтересованных послушать зрителей. Получилось довольно прикольное мероприятие, которое длилось у нас с часу дня до 11 часов вечера. Были различные мастер-классы, всевозможные выступления самых лучших гармонистов в Санкт-Петербурге. У нас осталась запись, трансляция всего этого действия. Если вы не видели и вас интересует судьба отечественного гармонизма, то посмотрите. Я уверен, что будет что-нибудь еще интересное происходить. Главное не останавливаться и продолжать движение. Ставь лайк, если хочешь, чтобы видео на этом канале выходили регулярнее. Напиши в комментарии, что именно ты хотел бы видеть. Я обязательно буду прислушиваться к своей небольшой пока полутора тысячной аудитории. Но что бы вы не написали, знайте, что я буду очень стараться, чтобы интересно было вам, но делать буду то, что интересно будет мне. В этом году я хочу выкладывать на канале и свои какие-то творческие работы, что я практически никогда не делал. В общем, будет больше видео с моей игрой, будет больше встреч с известными и интересными гармонистами, ну и не только гармонистами. Будет больше стримов, где мы будем просто с вами общаться. Ну и если хочешь, чтобы я не потерял мотивацию и продолжал что-то записывать, то прямо сейчас поставь этому видео лайк. Ну а если хочешь, чтобы потерял, поставь дизлайк. И обязательно, обязательно напишите в комментариях, чего вы ждете, каких вы роликов ждете прежде всего на канале. Может быть, у вас есть какие-то интересные идеи, которые еще ко мне не приходили в голову. Ну что ж, поехали. Новый сезон, я играю на гармошке, можно считать открытым. До встречи в следующих видео. С вами был Юрий Синицкий. Пока!